Пионеры 21 века. В Мариел набирает силу движение юнормейцев. На сегодняшний день в нем принимают участие уже более 500 молодых жителей республики. В течение года они принимают участие в различных акциях, одна из которых проходит в эти дни. В лагере имени Володи Дубинина стартовали большие юнормейские соревнования, на открытии которых побывали мои коллеги. Детский оздоровительный образовательный центр имени Володи Дубинина в эти дни превратился из обычного лагеря в военно-спортивную площадку для детей. Смена, которую назвали юнормейской, собрала учащихся кадетских классов, спортивных школ и военно-патриотических организаций для детей. В течение всего месяца ребята смогут не просто отдыхать, а еще и получать опыт в интересных для них сферах. Все военно-спортивные состязания, организованные в лагере, проходят в рамках развития юнормейского движения в нашей республике. Я вообще считаю, что патриотическое направление – это одно из основных направлений воспитания подрастающего поколения. Потому что человек, который любит свою родину, он многого добьется. В любой семье, в каждой даже семье, не в любой семье, в каждой семье у нас есть ветераны войны. Были бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, которые у нас воевали в Великой Отечественной войне. И своими жизнями нам подарили вот этот прекрасный мир. И дети не должны об этом забывать и должны продолжать вот эти традиции, защищать свою родину, любить свою родину, чтобы над нашими головами и вообще над нашей страной всегда было голубое небо и яркое солнце. На текущий момент в республике Мариел уже около 500 юнормейцев. Развитию ребят помогают военнослужащие, сотрудники Росгвардии, МЧС и других структур. На протяжении всей смены детей и подростков будут обучать азам военного искусства. Также, помимо спортивных эстафет, юноармейцы будут принимать участие в творческих конкурсах и курсах лидерства.